Исполняющая обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Юрий Ким призывает правительство Азербайджана открыть Лачинскую дорогу для гуманитарных перевозок. Два дня назад по этой же дороге, которую Юрий Ким просит, чтобы открыли, был доставлен груз с помощью из Комитета Красного Креста. Тема продолжим с гостем на прямой связи со студией и обсудим с кандидатом политических наук, политологом, журналистом из Израиля Юрием Бочаровым. Юрий, здравствуйте. Добрый день, друзья. Господин Бочаров, это не первый раз, когда Азербайджан сталкивается с однобокой позицией Запада в вопросе мира в регионе и получает советы, которые на самом деле недейственны. Как и сказали до этого, два дня назад груз, который был направлен Комитетом Красного Креста, прошел по той самой Лачинской дороге, которую Юрий Ким призвала открыть. Почему такая двойственная политика происходит и почему Запад так настроен к региону Кавказа, где Азербайджан и так стоит, с протянутой мирной рукой? Давайте начнем издалека. Дело в том, что так называемое мировое общественное мнение, которое как бы давит на Азербайджан, это инструменты в руках определенных стран и определенных мира сильного, которые пытаются с помощью вот этого давления решать свои собственные проблемы. Практически никого в мире, за исключением, может быть, нескольких отдельных людей, на самом деле волнует судьба жителей Карабаха. Это все инструмент давления на Азербайджан для решения собственных проблем. И вот эта двойственная позиция мы видим практически по любым вопросам, когда мы пытаемся выйти на международную площадку. Любые общественные мировые организации всегда являются инструментом в решении вопросов сильных всего. Сегодня Запад в лице Франции, в лице Америки, еще ряда структур пытается влезть по-крупному на Южный Кавказ. С одной стороны, он пытается заменить здесь Россию, но главное в Сочи быть правящей, играющей структурой здесь. И поэтому для этого все средства хороши. И общественные мнения, и двойные стандарты, и много провокаций, которые непрерывно идут на границы. Вот и все. Это вопросы достижения личных целей. И не более того. Господин Бачаров, тогда вот такой вопрос возникает. А что же тогда стало и станет с брюссельскими, вашингтонскими треками переговоров? Они заморожены или просто ожидают новых каких-то изменений? Знаете, в политике, особенно в парламентской деятельности, есть такой ход конем, называется филибастер. Это когда оппозиция, при том, что не может решить собственные вопросы, подает десятки тысяч поправок в законы. Понимаете? Вы обратите внимание, что делала Армения. Она подавала всевозможные протесты в ООН, в другие организации. Азербайджан, находясь, так сказать, в рамках международных и юридических прав, пытался официально, юридически на них отвечать. Он отвечал на один вопрос, возникал второй. Он шел на одну конференцию, возникала вторая конференция. Он заседал за одним открытым столом и как бы решал все вопросы, как бы закрывал все проблемы, но тут же возникала новая площадка. Простите, этот вопрос уже называется третий год. С момента, как замолчали пушки, как говорится, война идет за круглым столом. И ей конца не видно. И, к сожалению, за круглым столом сегодня вопрос не решится. Получается, господин Бачаров, выход из ситуации будет не мирным путем, а каким-то другим, по вашим словам, получается. Но что же мешает Армении, которая и так находится в бедственном положении, как внутри, так и на своей внешней политике, мешает ей в конечном итоге протянуть в ответ на протянутую руку помощи и руку мира Азербайджана свою руку и подписать это мирное соглашение? В чем вот корень? Знаете, корень в руководстве. Дело в том, что со стороны Азербайджана руку помощи протягивает человек, президент страны, который отвечает за собственные дела и за собственные решения. А что мы видим с армянской стороны? В стране раздрай и ночью нельзя. И то, что у нас есть какая-то официальная власть под правлением Пашаняна, это о чем ни о чем не говорит, что этот человек, даже его подписанные им же документы о взаимодействии с Бакуа, с принятием решений по Нагорному Карабаху, они практически другим политическим инштаблетам страны не воспринимаются как обязательное исполнение. То есть то, что мы видим уже несколько лет в Армении, нету человека, который на самом деле от имени страны отвечает за слова и самое главное, может притворить эти слова в действия на местах. Вот и все. К сожалению, пока в стране несколько политических группировок, несколько военных группировок, несколько агентов влияния зарубежных стран, то нету единого, так сказать, управленческого центра, нету центра принятия решений и воплощения в жизнь. Поэтому вы будете биться, как говорится, с тенями, потому что это бой с тенью идет, это нереальный противник, который не может решить вопросы. Как только в Армении появится структура, которая сможет провести решение до конца, тогда наступит и мир, тогда будет с кем говорить и тогда будет с кем строить и политику, и экономику. Сегодня этого нет. Господа Иванович, возвращаясь к теме в кавычках объективности Запада, почему Западу выгодно, чтобы в Южном Кавказе и в регионе не царил мир, а совсем наоборот? Какую цель преследует? Быть может это связано как-то с выборами США, Юрия Ким, ее призывы, несуществующие призывы, опять-таки лыжеобвинения и лыжепризывы. Это их по-другому называть не получается, об открытии той самой дороги, которая, как я говорил ранее, и так уже открыта. Вы знаете, как я сказал, сильные миры сего решают свои проблемы. В каждый момент времени возникает новая ситуация. Да, вы правы, с одной стороны, в Америке сегодня выборы. И сегодня президенту Америки надо показать своему электорату, что он решает международные вопросы. И Южный Кавказ это не единственная проблема, где Америка пытается доказать, что она решает вопросы. Это один момент. Многие других стран, та же самая Франция, у которых вдруг возникают все время претензии к демократии в Азербайджане, тоже возникают проблемы. И каждый момент, обратите внимание, все с помощью давления на Южном Кавказе, с помощью каких-то решений пытаются решить собственные проблемы в собственной стране. Будь то политика, будь то экономика. Ведь никто не ставит во главу угла решить саму проблему. Главное продемонстрировать своему электорату, своему военному, своим олигархам, что они решают их проблемы. Вот и все. Слово «Азербайджан», слово «Армения», а тем более слово «народ» в этих делах нет никакого. Только личный вопрос. Благодарю вас, господин Бочаров. И напоминаю нашим зрителям, что на прямой связи со студией был кандидат политических наук, политолог, журналист из Израиля Юрий Бочаров. Благодарю вас, господин Бочаров.